Конечно же мы покажем вам претендентов на высокие места и на ваших экранах сейчас один из них Лиам Фирус, канадец. После исполнения короткой программы он пока располагается на седьмой позиции. В этом сезоне его лучший результат в произвольной программе 122,91. Начинает свою программу с каскада тройной Луц, тройной Тулук на хорошей скорости. Падение при исполнении акселя в 3,5 оборота. В произвольной программе у мужчин аксель может быть исполнен не более двух раз. Еще один тройной. Во вращении оценивается скорость сохранения центровки в оценках судей. И каскад тройной Луц и тройной Тулук ему удается на этот раз. Тройной Риттбергер исполняет чисто. И тройной Луц. Не очень удается ему этот каскад. Он выполняет с помаркой. Старается подчеркнуть оттенки музыки, но не очень ему это удается. Хотя переходов достаточно много. Тройной скальфов мы видели сейчас на экране. Несколько срывает, да, как вход, так и выход во вращение. Это непременно судьи отметят в своих оценках. Не самая высокая скорость при вращении. Да, и, наверное, не самый лучший прокат. Видно было, к концу программы устал Леом Фирус. Хотя вот мы видим тренеры Леома Фируса, Лорна Бауэр и Рот Мекки довольны прокатом своего подопечного. Для того, чтобы обойти лидирующего пока Кейджи Танаку, Леом Фирус должен в произвольной программе заработать как минимум 127,77 балла. Сложно будет, наверное, ему после проката, после такого проката своей произвольной программы претендовать на эти достаточно высокие баллы. Вот это падение обязательно отметят при выставлении оценок арбитры. Да, падение это как раз ошибка, при которых оценки должны быть отрицательными. При каскаде. Довольно Лорна Бауэр. Диспорис, пожалуйста, для Леом Фирус. Лао Пауэр из Канада. Диспорис, пожалуйста, получает. Диспорис, пожалуйста, для Леом Фирус. Диспорис, пожалуйста, для Леом Фирус. Диспорис, пожалуйста, для Леом Фирус. Диспорис, пожалуйста, для Леом Фирус.